всем привет здравствуйте вы на канале 11 детей наша жизнь и большинство детей здесь со мной ванечка ходит сынок это выкинуть надо ванечка ходит мусор убирает яна помогает трет мы делаем ужин мы хотим сегодня потушить капусту просто без мяса без ничего и пожарить рыбки такой легкий хороший ужин ульяна сейчас натирает морковочку а я быстренько пошинкую капусту тут вот в очереди еще двое стоят со стихом ага давай руки не подсовывай вот тут кушай руки не подсовывай с тряпкой вытру стол шапка это шапка один у тебя шоу а я придумываю слово смешное и повторяю слово я прыгаю и скачет вот прыгаю и скачет и ничего не значит четверка вот с таким плюсом надо чуть-чуть еще подучить чуть-чуть совсем и ты будешь знать на пятерку с плюсом давай кошка это кошка кошка это кошка кошки семь котят тряпка это тряпка я тряпкой быстро стол так лучок несу нет еще девочки поучить очень быстро пришли друг другу с выражением вот прям с выражением расскажите друг другу и придите папе расскажите давайте папе расскажите ну это мы с тобой лучок жарим да капустки побольше чтобы вкусненько было капусту жарим которую ты любишь ты же любишь капусту ага у тебя есть суп у нас сегодня суп дома с пелеменей вчера с колбасы был у тебя суп есть почти голодный кто да сейчас оно пусть тушится пусть чуть-чуть тушится и будем капусту укладывать а чем сегодня в садике занимался кушал а что ты кушал а ты на завтрак кушал мне кажется ты так дома наелся что что не знаю кушал ли ты и томат но кетчуп у меня я кетчуп выливаю пусть пусть чуть-чуть пусть чуть-чуть томат тоже пожарится пусть чуть-чуть а я любимая капуста жарится да да любимая твоя капуста видишь сколько всего положила сейчас она вот ужарится упарится и я еще буду добавлять да да сковорода у нас сегодня да сковорода у нас сегодня небольшая ну как бы для людей большая для нас не очень так вот она поджарилась минут минуты три-четыре и я теперь всю начинку наверх перекладываю да все наверх сейчас сразу посолю сахар посыплю да потому что томат добавляла чтобы чтобы нейтрализовать вкус томата посахарила я сегодня ходила к своему парикмахеру немножечко ставь сына в умывальник давай немножечко состригла свои посеченные волосы пожженные покороче стало у меня надо краситься вот все сейчас опять добавляю сюда всю оставшуюся капусту все всю капусту сложила капуста немножечко утрамбовалась посолила посахарила немножечко томата добавила у меня томатный соус был да нет ничего сейчас не подгорит мы сейчас переставим вот на эту комфорку на маленькую и пусть она тушится в ней мы сейчас у меня здесь водичка и лавровый лист я вылью еще чуть-чуть еще чуть-чуть все пусть тушится закрою крышечкой и через каждые пять минут вот и мешать здесь я ставлю воду четыре с половиной литра так вода моя закипела 10 минут покипела и ее надо на улицу сейчас какая красивая капуста уже стала ой ой какая красивая пусть она еще по суше станет мне нравится когда по суше совсем совсем немножко томата добавила не не такая как на борщ а просто и в нее можно и мясо и сосиски ну у нас сегодня просто капуста будет диетическая так все капуста моя подошла я хочу в нее выложить перчик мне очень нравится когда он попадается в капусте и еще с перчиком пять минут она такая вот упаренная получилась хорошая то есть у меня она примерно двадцать пять минут тушилась мягкая такая все стала сейчас прям пять минут с перцем потушится и я выключу больше я туда ничего добавлять не буду вы заметили что я подстриглась коротко стало да но она меня спросила как я говорю обстригай мне посеченные нормально нет подстриглась это я сейчас я перчик потру помылась а помылась я не моюсь и решила помыться и дети меня не узнали так косточки здесь у меня форель и горбуша косточки насколько я смогла убрала попадаются еще так так я сейчас их раз ложечку мне девочки дайте чайную пожалуйста кто-нибудь что-то у меня руки грязные уже посолю прям хорошо ой соль где ты где ты соль 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 так многовато много тоже не надо чуть чуть угу хорошо так раз и перчик иди также чистой ручкой перчиком вот этим посыпай сегодня девочки помогают быстренько все свои дела переделали ну-ка еще подави вот это я сейчас все выложу ручки помою и рукой прям посолю жарить буду рыбу без муки и буду делать сливочное масло с лимоном соус такой вкусный рыбка она вообще вкусная с лимоном а это будет вот василиса с ульяной приготовили лимон уже очень хорошо сейчас рыбку поставлю жарить доставай дочери холодильника масло сливочное рыбки получилось много кусочек вот лежит агар вот этот хороший вот он лежит ну вот он ты не видишь до доставай положи его вот сюда так сейчас я ручки под и перчи а я посолю я тоже хочу рукой рукой будет лучше вот так вот форелька здесь и горбуша горбуша тоже очень вкусная вся она вкусная конечно все я пошла наливать масло на сковороду на сковородку масло сюда я наливать буду а куда дели моем масла а вон она масло наливать я буду немного совсем чуть-чуть вася достань черную такую подхватку рыбку переворачивать да дочь все моя хорошая все сок лимонный закипятила прям он закипел минуты четыре покипел три добавила в него масло сливочная и цедру двух лимонов и сейчас еще делим сюда ну а здесь у меня рыбка это василиса подошла говорит мама у тебя не запись то не идет такая красивая рыбка как я узнаю что она готова она уже по цвету видно да уже по цвету ее видно что она уже такая нет ну когда-то бывает горячо когда-то нет сейчас нет и и вот эту тоже такие красивые нежные кусочки все и еще одно останется ну надо же ой я нашел тебя да зелень все и сейчас я сюда добавлю зелень и все и она будет такая красивая рыба с лимоном вообще вкусно ну а это еще и выглядит красиво очень красиво смотри как то есть сок лимона масло и зелень вот чуть-чуть а цедра еще обязательно на густоту дает и запах все все наш соус готов еще прям две минуточки и все у нас папа приболел пахал ветер дул и папа прям все выключаю дети начинают накрывать потихонечку все у меня тут еще мойва это я вообще полазила в морозильной камере и знала что у меня рыба вот я достала селедка у меня 5-6 чук такие большие также достала форельки две горбушки две и у меня тут мойва я сейчас муки туда насыплю половинку и соль немножко соли раз не захотела в духовке вот так жарится два кто-то с листочками жарит но у меня первобытный способ просто ну мы раньше всю жизнь так жарили все без разных мешочков без разных бумаг просто жарили и все стены у нас в плитке если что помоем да и все будет вкусно будет очень вкусно смотри а ты типа уже делала да типа делала такой соус он пахнет очень душисто я сейчас попробовала очень вкусно я просто попробовала ну прям волшебно все подготовила у меня здесь пять таких больших селедок пока селедка ждала пока вода остынет вот он мой остывший идет рассол полностью я его здесь на умывальники налью банка у меня большая поэтому я шикую сначала водичку налила рассол свой лаврушечки тоже туда покидаю а потом буду селедку уже выкладывать ну а так то в трехлитровый когда я делаю то сначала селедку укладываю и вот в трехлитровую пять селедок как раз помещается ну надо так перекручивать но я взяла пятилитровую думаю пусть она поплавает хорошо раз два три ей будет свободненько она будет хорошо промариновываться солиться просаливаться и пятое и даже здесь так плотненько ну в тот раз я солила обычно в трехлитровую засовываю все выливаю сюда я хочу перчик туда покидать у меня там перчик остался ситечком хочу выловить перчик и сюда его тоже закину а чё ему пропадать пусть хорошо маринуется вот вот и уберу в холодильник сразу и обычно такая селедка считается малосольная обычно она солится четыре дня но я держу неделю на седьмой день уже чтоб хорошо подстраховаться с ней ничего не будет она не пересаливается главное она с кишками она хорошо просолится и она не будет такая ядренно соленая она вкусно соленая будет я по этому рецепту постоянно солю и он мне нравится все теперь уберу его на 7 дней в холодильник у меня теперь место позволяет все убрала ее ну а это сейчас уберу и хочу вам кое-что показать обещала показать сегодняшние покупки а сейчас хочу показать парни же у меня собираются в санаторий да и вообще что-то в этом году нам не везет совсем недавно купили Василисе Ульяне рюкзаки новые тоже заказывала на Валборис мне так Валборис удобно я его не рекламирую им надо точно меня нанять потому что я уже перестала по магазинам вообще ходить заказала им рюкзаки почитала высказывания людей неплохие девочкам понравились у Никиты в этот раз тоже рюкзак порвался новый покупали тоже на сентябрь новый у Кости порвался ну у Кости понятно Костя у нас такой что у него все рвется но тоже ему но ему не купили а Максима прошлогодний взяли а вот Максиму летом на 1 сентября купили вот такой рюкзак вот он стоит вот этот именно 2,288 я Максима по-моему не такой чуть-чуть другой или такой прям нет чуть-чуть такой же да 18 карманов и сейчас же у меня двое парней у нас едут в санаторий в Анапу и я спросила у парней уже их не тоже приходят в негодность но Рома уже не первый год носит у Ромы более-менее аккуратные рюкзачки 18 карманов и у Максима носок он большой но он его так любит ничего не порвалось вообще потайной карман Максим нашел недавно и в нем такой чехол то есть одевай если в дождь вообще отлично мне кажется вообще отлично и кармашек такой потайной но вот этот стоит 2,288 все заснул телефон а вот этот 1785 то есть здесь Ваня говорит вот чуть-чуть да я не знаю даже чем он отличается если честно качество ткани этот как-то вот помассивней смотрится а этот чуть-чуть поменьше но я не специально то есть заказывала просто парням вот они сейчас все вещи сюда которые поедут в санаторий они у них все сюда положат уложат и все будет хорошо здесь даже отверстие такое для ноутбука ну хорошие я у детей спросила у парней они сказали хорошо идут китки буду такой заказывать к его поездке в санаторий и кости будем тоже такой заказывать и папа заказал вот такой вот наш муж Иван старший ну и такой красненький то есть парни пусть сами выбирают кому какой тоже ну-ка я его расстегну чем он отличается вроде все нормально но вот тут ткань покрепче а здесь один карман угу здесь еще ну 18 карман представляете можно вообще самому спрятать я в двух-то карманах потом нахожу деньги в кармане или еще что-то а в 18 мама дорогая здесь что только нету смотрите там внутри карманы то есть хорошие такие рюкзаки мне понравились ну судя по тому что Максим носит вот такой и ничего с ним не случилось единственно у него здоровый такой такие вот рюкзаки рюкзаки мне понравились и девчонка Василисе недавно из этой фирмы покупала футболочку буквально недели две назад беленькую с надписью здесь и покупала уже 48 размер и вот сейчас заказала 2 опять вот это для Василисы теперь темненькую заказали вот такая с короны царица сколько такая футболочка стоит 603 рубля но качество отличное отличное качество это вот это апрелевская же по моему апреля у них вообще хорошее качество потом а это вот для Ульяны заказывала сама без девочек они разное все себе пусть сами а я решила им такие я считаю это как базовая футболочка отлично будет идти это у Ульяны такой же размер смотрите какая нежная Ульяна сама бы себе никогда ее такую не заказала бы ну а я заказала пусть она у нее будет отличная футболочка нежный узор такой все прям качество очень хорошее мне понравилось это я с Валбарей заказываю тоже кстати это не реклама это мои покупки личные это сколько футболочка стоит тоже 680 рублей и последняя но она 705 тоже с этой же с этой же серии но Ульяна уж очень любит аниме я с ней боролась но такие вот вот такую ей заказала с глазками хорошая такая такая тоже футболочка то есть они себе пусть разные заказывают а я им такие типа базовых заказывала но она подороже видать из-за того что модная и за аниме да ну вот уже и настало время заканчивать наше видео уже мы все дела переделали тут у нас была куча с ветками которые мы обрубали веточки которые лезли от деревьев на деревьях лишние спиливали разный мусор он у нас в кучке был сложен а погода нам так и не давала его сжечь и вот настало время когда мы смогли добраться до этой гучки и сжечь ее быстренько так как веточки все были тоненькие погода у нас на улице замечательная наши курочки которых мы 12 штучек не сушек последних купили молодочки они отдыхают выбрали себе место такое возле клетки спасибо всем кто досматривает наше видео до конца спасибо вам большое спасибо за ваши теплые комментарии спасибо за пальчики вверх спасибо что просите напоминать вам чтобы вы не забывали ставить пальчики вверх спасибо вам огромное за все смотрите какая красота у нас вообще все начинает цвести это нравится не только нам людям но и животным и птицам и всем 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 я думаю все услышали в моем голосе при озвучке что голос у меня немножечко изменился вчера целый день лежала в кровати до этого у нас иван старший разболелся ну а тут и меня прихватило видать переработали немножечко на сквозничке не подрасчитали свои силы вроде и жарко а вроде бы и потели ну так температура поднялась было такое недомогание кашель но сегодня я в строю стою на ногах уже поэтому все хорошо уже с детьми ходили дела доделывали хочу пожелать вам всем хорошего здоровья не болейте берегите себя пусть у вас в семье всегда будет радость смех и хорошее настроение до сих пор 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 до сих пор